Это стало казаться в таких брачных тонах. И мы достаточно часто с ними встречались, успокаивали, говорили, что государство их не просит. Государство обязательно все сделает для того, чтобы появились новые собственники, новые инвесторы. И что это предприятие заживет, но уже более счастливой жизнью. Мало кто верил, наверное, в то время. Но вот благодаря и поддержке федерального правительства, благодаря поддержке и полномочного представителя президента Приволжного федерального округа, эта мечта вот сегодня осуществилась. Вы слышали уже о том, что было сказано с экрана телевизора, что порядка полутора тысяч новых рабочих мест, высокооплачиваемых рабочих мест на высокоэффективном, высокотехнологичном предприятии уже созданы. Плюс мы хорошо понимаем, об этом неоднократно говорил с Михаилом Анатольевичем при его посещении этой строительной площадки, о том, что еще порядка нескольких сот новых рабочих мест будет создано в рамках синергетического взаимодействия с малым и средним бизнесом. Я вчера был на территории Сигириевского района, мы как раз проводили совещание, обсуждение о том, что нам нужно сделать для того, чтобы этот успех удвоить и троить. Ну и, конечно, Филат Ильич, хочу искренне поблагодарить вас за то, что на территории регионов появился очередной новый годный налогоплательщик. Мы прекрасно понимаем те объемы налоговых платежей, которым вам в любом случае, даже несмотря на годы, придется платить бюджетную систему Российской Федерации в Ленинской области. Мы понимаем о том, что и объемы вашей продукции, конечно, скажутся на росте промышленного производства. Я хотел бы, коллеги, в вашем присутствии поблагодарить нашего министра промышленности за федеральный закон, который был принят и разработан его ведомством, потому что по многому, когда, может быть, и этому закону, и этой промышленной политике, и личному участию министра, мы, несмотря ни на какие сложности, в прошлом и в этом году имеем темпы роста промышленности более 110%. Продолжение следует...